ищем сразу ключ что-то оружие дадут несущий гибель для боссов хорошо так и здесь у нас ключ отлично а нет у нас хп больше будет так а это у нас еще звук издают части кристаллов ключей этим оружием долго этим оружием тоже долго здесь попрыгнуть нельзя так что у нас здесь ничего так у них уже много хп либо у нас маленький урон скорее всего 2 так ладно этим под приятней убивать тебя надо близко подходить что разброс слишком большой здесь же пишет вроде что не очень меткая базовые атаки наносит плюс 10 процентов урона так вот для автомата будет хорошо так в начале битвы максимальный запас посоха так больше урона пускай будет так 262 так надо сравнить вообще как у нас урон повышается и сильнее после того как мы берем какой-то наук ваших 2 надо запомнить она в секунду обычно у нас идет базовый так что у нас ничего не было ключ был часть ключа так и можно сразу туда выйти да мы не будем скатиться с 3 3 части ключа на разве или костяной путь такой тоже зубов не самый приятный так добьем добили все собрали так мы взяли 2 больше здоровья один дополнительный наук на выбор при повышении уровня так плюс будет 4 выбора берем так и переходим к третьему этажу что нам дадут здесь какоготь орла быстро самоводящийся неплохо посох неплохой самоводящийся так а у него получается обычный базовый урон так здесь надо было 262 пока все так же так и Да, это посох такой приятненький. Слава мне, она закончилась. Сейчас подберем, как-то у нас, можно сказать, третья, зеленая. Зеленого ничего нет. Ладно, двигаемся дальше. Да, морковки неприятные. Огненые. Так, у нас маны не хватается. Надо как-то ее прокачать. Так, смотрим, кристаллы выпадают. Зелья. Генерация маны жезлов увеличилась на 15. Это не то, увеличилась кристаллы на плюс 5. Это возьмем. Кристаллы на атаке это хорошо. И непосредственно действует на наш урон. Кто-то нравится. Вся, мы вернемся. По этому, мы разберем. Ну, покинем, не мажь. так близко так нам царисман конечно восстановление маны но нам предлагается то что предлагает совсем то что нам нужно так куда идем да да здесь у нас ключ где-то здесь у нас ключ так ключ взяли принципе можно искать дверь по центру не по центру дефицит удвоенный опыт нет наград так опыт собираем удвоенный собирать все можно закончилось так что мы можем выбрать скорость атаки наберем так скорость атаки у нас не отражается как в урон 262 так остался скорость атаки больше по идее урон в секунду должен быть больше все собрали так и в принципе мы видим где у нас босс да и пойдем титра бессмертная так что у нас есть на замену в принципе только проклятие кидаем вот огненный да хорошо делаем так переместились куда-то так не заново менять щит убрать не знаю что он делается так ману она кончается и это мы добьем так ли она победа так и все полегли убираем все что можем в принципе весьма она очень много дается для оружия так сквозь атаки кристаллы заклинание здоровья опыт так сквозь атаки четвертый класс финальный этаж будет отчаянная мера финальный этаж так сейчас что-то заменим какое-нибудь оружие заменим в любой уровень будет выше четвертый уровень второй жертвенный кинжал так не очень бы конечно хотелось ну да ладно все равно сам по себе выше так что наши плюс 15 процентов от этих от лаборатории не сильно поможет так где есть кто очень не очень так и скорость атаки у нас действует по идее да сквозь атаки очень низкая значит наш навык должен не стоять так это нас чемпион вообще поэтому с ним так сложно а точнее долго там я электричеством попал я не мог стрелять ошеломляет на время так ну это конечно очень медлительная скорость атаки прокачивать что урон-то вроде неплохой еще и замораживается урон наносит в принципе по 90-400 даже больше чем здесь написано урон в секунду так дальше против обычных уже хорошо только мана закончилась сейчас ману соберем это не очень электронативный урон у нее не очень так восстановить восстановить изделия дают вместо честновения так это не надо это здоровье теперь исполняем вашего текущего здоровья чтобы получить плюс 10 процентов урона и скорость атаки да берем это мы берем хотя урон хотя хп у нас уже не так уж и много 76 так уроне мы конечно не возьмем хотя бы хотя бы хп установить хп и не установить ладно идем дальше так сколько он тратит 6 или 7 7 ман я думаю что так быстро заканчивается ман ладно возьмем что-нибудь пока другое так что Собираем опыт. Собираем опыт. Дальше. Так, ну, возьмем какое-нибудь клятву, так и быть, терять свой амулет. В принципе, можно только по схеме. Так, уменьшайте с труп 1,2 врагов на минус 50% в их 4 битвах. Так, ладно, всходит урон посохам плюс 20. Мы теряем свой амулет. Где-то плохо для озарения. Потом, скорее всего, не сможем. А, ну, в принципе, можем другое амулет найти. Хотя, по-моему, их здесь не дают. Так, просто их не дают. Так, ну, хорошо, посохи. То есть вот это у нас больше урон. Так, опять же сюда не донесется. Это 262, я помню. Здесь посохи не знаю, сколько тут было. 268, но это так и было. Только помню для алхимии, сколько там урон. Сначала химия. Алхимия, да. Так, вообще посохи у нас. Посохи. Так, все подбираем. Что мы можем прокачать? Ключ от максимального запаса маны алхимии на 20. Неплохо. Так, немного здоровья. Пускай будет немного здоровья, пусть барьеры еще дадут. Так, а у нас нет ключа. У нас еще нету ключа. Так, здесь у нас что-то можно купить. Амулет можно купить. Разал. Пока жезла. Так, ладно. Седьмой уровень ветви духа. Жезл я пока еще не знаю, как она. Больше подходит, луч не подходит. Средняя ветвь духа. Волшебная пуля с приличным уроном. Быстрая очередь из трех пуль. Так, а здесь? Быстрая очередь из трех пуль. Так, это то же самое, что и здесь. Так, тогда. Так, 219 урон. Здесь тоже 219. Ладно, берем, так как он седьмой уровень. Извиняем, что озарения много дадут. Надеюсь. Так, смотрим, что у нас там дальше есть. Вот, ключ нашли. Идем к боссу. Урсула зловещая. Темный пророк. Так, не помню, дрались мы с такой или нет. Нет, по-моему, с такой не дрались. Не помню, нет какой барьер. Понятно, близко не подходить. Так, либо хорошо было посохом. Это самое мощное идет. Это посох должен быть мощнее. Как-то незаметно. Это книжка получше. Так, собираем все, что есть. И все. Кого-то там освободили. Для поклонника темных богов, Джейкоб человек с большим чувством чести. Делка есть делка. Я помогу в вашем задании. Но как только оно закончится, мы снова станем врагами. На данный момент его навыки и понимание темных знаний окажутся полезными. Победа. Отчаянные меры. Продолжаем. Джейкоб. Награда разблокирована. Панатичный поклонник темных богов. Джейкоб присоединился к братству после факта чести. Или, может быть, он просто планирует проникнуть в орденг, чтобы передать его позже. Кроме того, Джейкоб любит расстраивать его новых коллег. Несмотря на то, что он не умеет с легкостью контролировать магическое оружие, его темные сделки и жертвоприношения даруют ему усиление, чтобы сгладить этот минус. Амулет Амазонки. Так, у нас третий амулет теперь есть. Амазонки леса Аудурн используют этот камень в своих налетах против друидов. Заряжая амулет энергией, волшебные поски значительно повышают свои свойства. Хорошо, ну, так, дымовая бомба. Наносить 120 урона ближайшим врагам при активации завесы. Так, ну вот это уже интересно, но 120 урона не так много. Азаре не получено 9. Так, сколько нам дали за этот быстрошип? В чем быстрошип? У нас ветвь духа, по идее. Но за него мы ничего вообще не дали. Дали за то, что у нас было изначально. Быстрошип. Ладно, продолжаем. 9. Так что прокачиваем. Базовый урон, наверное, в любом случае прокачиваем на 10%. Так, это уже не так обязательно. Но хотелось бы что-нибудь здесь прокачать. Так, оружие. 7. Так, ну вот это, наверное, все прокачаем. Пускай будет у нас по плюс 4. Так, максимум маны жезла. Нет. Вот этот надо прокачать больше маны. Так, у нас осталось 3. Здесь как раз таки 3 надо открыть. Так, посмотрим, что у нас там дальше. Большие зелья. Плюс 4% восстановление здоровья от зелья. Сфера барьера на плюс 4 более эффективная. Вылечит максимальное здоровье при использовании кровавого фонтана на 1%. Так, ну в целом ни о чем. Глава 3. Война на севере. Так, и опять надо 2 задания обычных выполнить. Каких-нибудь быстреньких. Так, длина 1. Вот это, наверное, и возьмем. Да, это мы и возьмем. Так, мы теперь играем за Джейкоба. Джейкоб, культист. Так, жертвоприношение. Активный навык. Потратьте 5% вашего здоровья и получите повышенный урон и скорость атаки без расхода маны. Так, это, конечно, хорошо. Правда, маны заклинания и посыпа меньше. Ну да ладно. Так, а у нас здесь еще мастерство какое-нибудь прокачалось. Вот здесь у нас пассивный эффект плюс 20% больше опыта от кристаллов. Неплохо. Здесь у нас мастерство. А, вот здесь пассивный эффект плюс 10% скорости атаки. Тоже хорошо. Здесь пока неизвестно что. Так, ладно, оставляем его. Все, что дают, то и оставляем. Дыхание Лича. Это у нас проклятие. Пусть будет. Ой, амулет амазонки сразу дали. Посилит ваш посох на 6 секунд без расхода маны. Перезарядка 30. Заряды неограничены. Так, вот это хорошо. Хороший. Скорость, с которой оружие использует накупленную энергию. Да, это хорошо. Затонувший монолит. Этаж 1.